Он получился рациональнее, рачительнее для бюджета, но, вы знаете, исторически сложилось так, что он почти 15 лет не использовался как детский сад, и когда мы оценивали, где нам нужно как раз размещать детские сады, он оказался как раз уже в зоне действующей застройки, плюс эта территория еще достаточно хорошо развивается, здесь много новых зданий. Поэтому переговорили с собственником помещения, здесь был проектный институт, они построили себе новое здание, соответственно, в Туле, переехали, и муниципальное образование уже выкупило, и совместно за региональные, федеральные, муниципальные деньги привели в порядок детский сад. То есть 220 мест у нас, бюджет получился 111 миллионов рублей. Ну, то есть, вот сами видите, в принципе, хороший рациональный детский сад. Мы ее на Новый год победили, а вот сейчас за эти рождественские праздники у нас появилась очередь 6 человек, поэтому 6 человек есть, поэтому все равно будем эту проблему решать и дальше. Но мы же ставим перед собой задачу в дальнейшем создания детских садиков как раз для возраста от 2,5. То есть постепенно будем снижать, потому что здесь не все же еще родители готовы отдать ребенка в 1,5 года в детский сад или в 2 года в ясельке. Поэтому здесь будем двигаться постепенно, 2,5 года будем сейчас для себя ставить задачу. Общая очередь у нас, вот в принципе, заявок, которые есть, 2000 человек, это в основном ребятишки от 0 до 3 лет. Но, честно говоря, в основном там, что называется, люди встают в очередь, чтобы попасть уже после трех. Поэтому уже реальная очередь, я думаю, человек 500-600, в которую тоже потребность есть, будем дальше двигаться. Ну, мы строим еще 2 детских сада в Туле, поэтому мы будем с этой задачей справляться и дальше. Сейчас стоит перед нами задача, это избежать обучения ребятишек в две смены. Но, скажем, в сельских территориях у нас такой проблемы нет, а в крупных городах такая проблема есть. И мы понимаем, что через 3-4 года у нас как раз необходимость в создании новых школ, она серьезно появляется. Ну, вот посмотрите, у нас по итогам 2015 года самый высокий уровень рождаемости за последние 25 лет. То есть у нас 15 тысяч, почти 15,5 тысяч ребятишек появилось, 15 тысяч 423, по-моему, если мне память не изменяет. То есть это хорошо, несмотря на то, что у нас женщин детородного возраста сейчас минимум, все-таки женщины принимают решение, детей рожают, и скажем им спасибо за это.